Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь во кресте, чтоб таких, как он был. Благословен Бог наш, Отец, сущий на небесах, Царь всей вселенной, Бог богов Господь господствующих, Благословен Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Благословен Целитель наш, Освободитель наш, Благословен Спаситель, Слава Тебе, Слава Тебе и Хвала. Благослови нас, добрый, благой Отец, благослови во имя Иисуса Христа, да прославится имя Твое Святое в нас, Боже, благослови Церковь сегодня, народ свой миром. Здесь, Господь, пастор Константина, благослови, Господь, семью его, его дом, устраивай, Господь, благословляй, Боже, и благослови Церковь с этим удивительным названием, несущую исцеление народу. Боже всемогущий, благослови всех гостей, всех друзей во имя Иисуса Христа, болящих исцели Господь и отца Петра, и Лену, и всех-всех-всех нуждающихся сегодня. Сегодня прикоснись, Господь, своей целительной рукою, Боже Святой, благослови и благослови тех, кого сейчас нет здесь с нами в собрании, но о ком мы молимся, о ком просим Тебя, Боже, где бы они ни были, Боже, Ты знаешь, благослови, прикоснись, Господь, своей целительной рукою и исцели и благослови. Пусть действительно, Боже, исцеление народом Божьим произойдет, Господь, слава Тебе, благослови, Царь наш. Аминь, 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 аминь. Аплодисменты великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу Богу нашему. Спасибо большое певчим музыкантам, слава Богу, слава Иисусу Христу. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленная тоже, да, да, и приветствую всех вас именем Господнем, именем Иисуса Христа, благословляю всех вас, рад быть снова с вами. И я как раз пастору Константину сообщил, что я в Киеве и буду очень рад поделиться словом. Вот, для меня это честь, на самом деле, у моих старых друзей. Вот, и это прекрасно, быть вместе, славить Господа. Возлюбленные, и сегодня, если брать библейский календарь, да, есть гражданский календарь наш, да, по которому мы живем, есть библейский календарь, и сегодня завершается пятый месяц библейского календаря. Ну, в Библии он называется просто пятым месяцем. В традиции народно-еврейской его называют месяц Аф, Аф. И есть еще интересная вещь такая. Сегодня вечером начинается новый месяц, новомесячие. И в этом году, интересно, первое число нового месяца, шестого месяца уже библейского календаря, который называется Элул в народе Израиля, он западает с начала месяца сентября. Первый сентября соответствует в этом году месяцу, первому числу месяца Элул. Слава Богу, очень интересное совпадение такое. И само название в Библии этот месяц называется наступающий просто шестым месяцем. Но в Израиле называют Элул. Это аббревиатура. Есть библейское выражение в книге песни-песней. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Шестая глава, третий стих. Песня песней. И вот если брать первые буквы этого изречения и вместе сложить ивритские, оригинальные буквы, то получается как раз Элул. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Этот месяц, наступающий месяц такой трепетной любви. Особенной трепетной любви. Да, спасибо Господу за все. И сегодня хочу поделиться словом и благословить вас, возлюбленные. Благословляю во имя Господня. Пусть сила воскресшего Господа Иисуса Христа действует в нас могущественно. Аминь. Воскресенье Христово видевшее, Поклонимся святому Господу Иисусу, Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, И святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, Кроме Тебя иного не знаем, Имя Твое прославляем. Поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, Как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную. По великой своей милости. Воскрес Иисус из мертвых, Воскрес Иисус из мертвых, Как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную. По великой своей милости. Христос воскрес, Воистину воскрес, Слава Тебе, Господь, За победу Твою, За силу воскресения Твоего, Действующих в нас, Верующих, Могущественно. Слава Тебе, Господь, За жизнь Твою, За воскресение Твое. Благодарю Тебя, Господь, Царь всей Вселенной. Слава Тебе. Благослови народ свой миром. Благослови сегодня Киев. Благослови сегодня Украину. Благослови сегодня Израиль, Иерусалим, И всю нашу истрадавшуюся землю, От края до края. Благослови все народы и племена. Боже, потому что вся тварь, Все сотворенное Тобое, Сны не стенает и мучается, Ожидая откровения сынов Твоих. Боже всемогущий, И растительный мир, И животный мир, А наипаче человеческий род Стенает и мучается. И в болезнях, Боже, И во многих-многих проблемах. Господь Святой, Боже, пусть откровение сынов Твоих, Боже, свершается, И на этом месте, Боже, в этом собрании, И во всех собраниях народа Твоего, По всему лицу земли, Боже, откровение о том, Что Ты есть воскресение, Ты есть жизнь, Ты, Господь, Источник жизни нашей. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Царь всей вселенной! Слава Тебе, Бог Богов! Благословенный Господь наш! Во имя Иисуса Христа Благословляю всех вас, братья и сестры! Аминь! Аминь! Пожалуйста, присажьте, друзья мои, Возлюбленные! Слава Господу! Слава Иисусу! Христу Спасителю нашему! И действительно, Возлюбленные, Все Писание, Оно нам говорит об этом. Вот я вначале упомянул, Так, во вступлении, да, что, Ну, если будет ясно, Сегодня мы ночью увидим зарождение, Новой Луны, да, зарождение, Маленький серплик такой, Новомесячье. В библейские времена, Вообще, в Библии рассказывается, Что начинается трубление. В шафары, в трубы, Народы оповещались, Израиль оповещался о начале Нового Месяца. Вот, поэтому в Библии Называется это Новомесячье. И, конечно, в христианстве У нас это забытая традиция Библейская, к сожалению, Но, ничего, Скоро всем придется Все это вспомнить. Потому что Господь грядет, И одно из знамений Его тысячелетнего царства, Государства, Одно из знамений Его воцарений И тысячелетнего царства Будет то, что Из месяца в месяц, Как раз с начала Новомесячья, И из суббота в субботу Люди будут приходить На поклонение Господу, Богу. И это, вот, Удивительное будет такое Переживание Всенародное, Всех народов переживание. Слава Господу. Вот. И возлюбленные. Ну, и Уже в завершении этого месяца Следующего, вот, Сегодня начинается вечером. Вот. И 29 сентября, получается, По нашему исчислению, Гражданскому Месяц будет заканчиваться. И Новый год Будет так, что Да, скоро Новый год. Новый год от создания мира, От Адама. И вот апостол Петр, Не, я из Павла вначале прочту. Из Павла, Послание к Коринфянам, 15-й главы. Как раз здесь говорит Об двух Адамах. Рассказывает. Вообще, в этой главе Потрясающе есть примеры. И в других посланиях, В других моментах посланий Апостол Павла. О двух Адамах. Интересно. Вот, В ночь с 29-го на 30-е сентября В этом году Будет следующее, Новомесячье. Вот. И это будет уже Первое число месяца Тешри. Тешри. Это Череда осенних Библейских праздников. Тоже в христианстве Забытая тема. То, о чем я рассказываю Порой многим христианам, Это кажется таким темным лесом. Но на самом деле Это очень важное. Потому что это Божьи праздники. Да, Забытые нами. Нам ближе, конечно, Какие-то языческие, Окультные, Народные, Какие-то еще праздники. А библейские, Божьи, Кажутся чем-то таким Инопланетным порой Для человека, Верующего даже. Но, Знаете ли, Лучше все-таки Перестраиваться, Чтобы пришествие Христа Не было шоком Для нас, знаете ли, Абсолютным шоком. Уже сейчас Есть время приготовления К этому. Вот, Церкви, В целом, Я говорю не просто Про вашу церковь Или нашу, Нет, вообще, В целом, Тело Иисуса Христа, Как тело Господнего. Вот, и, Так вот, Через месяц Начинается Череда осенних праздников, Которые Больше Для нас, Сегодняшних, Сейчасшних людей Говорит о будущем, Конечно, Это праздники будущего. Вот, Они, Лишь частично Исполнились При первом пришествии Машиаха, При Рождестве Христа. Хотя, О Рождестве Христа Принято В нашей культуре Говорить в январе Или в декабре, Да, В конце декабря, Начале января, Но исторически Иисус Не православный, Не протестантский, Не католический, А библейский Иисус, Реальный Иисус, Он родился, Ну, по-нашему, В сентябре, получается. Вот, И мы И в позапрошлом, И в прошлом годах Там проводили Такие служения, Пели рождественские песни. В сентябре, Конечно, для многих Это было шоком, Как так? Да, Пели мы Новая радость стала, Яка небывала, На дверте Повзирка ясна, Світло засяла, На дверте Повзирка ясна, Світло засяла, Где Христового сродився, Здій в его платився, Як людина белинками в боги ПЕСНЯ 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 разных. И те две недели они для меня, глазами Любомира открылась для меня Украина. Его устами, его глазами и, собственно, его сердцем. Я прочувствовал эту страну и она стала мне очень близкой. И знаете, удивительно, для меня раньше Украина была хохлы, бандеровцы, сало, обрезы, ничего хорошего. Никаких ассоциаций хороших не было у меня абсолютно. Вот, значит, и ни гастрономических, ни культурных, никаких. Вот, значит, ну, не считая, может быть, жил бы пёс. Уже у ведущего такое представление было. Не, ну, специально я так и думал. Это в подсознании. Это я потом узнал. Я специально, вот так вот, специально не думал никогда, вообще-то. Я же кинистом не был. Но потом, знаете ли, я вот все это, как бы, увидел, узнал. Не знаю, я сам не русский человек, но, то есть, во мне нет русской крови, но я русскую культуру воспринимал всегда как свою культуру, родную культуру. Хотя я не русский по национальности, я татарин по своей матери, еврей по своему отцу, но... А Журавлёв откуда? Ну, оттуда. Откуда-то оттуда. Вот. Вот. И, знаете, для меня, я мыслил на русском языке, а татарском я оказался полностью еще в первом классе, значит, потому что там была такая несуразица. Для моей татарской родни я был всегда еврейчиком, жиденком, а для еврейской родни я был все время татарчонком, не поймешь вообще. Ну, а в общем русский? Я в первом классе решил, кто я. Я русский, все. Отвяжитесь, хотя все, и евреи, и татары, и я русский, все. Я стал думать на русском языке, я стал говорить на русском языке, стал читать на русском языке. Все, от татарского я отказался, языка, хотя моя бабушка, дедушка, они по-русски вообще ничего не знали. Дедушка мой, мой бабай, Галя Ахмед его звали, он лишь одно русское слово знал. Собака. Притом без акцента так. Мух убьет, такой, собака. Вот, и все. И все его познание русского языка было. Классический был татарин такой. Вот. Ну, у меня есть хотя бы какие-то украинские корни все-таки есть. Потому что моя бабушка, Аби, Миньбану ее звали, она была из крымских татар. То есть у нее как бы есть корни все-таки украинские. Она татарка, но именно крымских корней, одним словом. Поэтому у меня есть какие-то такие и с Украиной связи такие интересные, культурные. Вот. И, знаете, конечно, для меня было знакомство с украинской культурой, с традицией, со всей, именно предрождеством. И это наложило отпечаток. Любомир мне открыл Украину. Вообще. Я удивился. Две недели я с ним общался, с утра до вечера, не давал спать старику. Он тогда уже был, уже молодой человек, уже в 97-м. Вот. И я все допозднаю, все с ним о том, о сём. И за две недели это как будто бы, знаете, как будто бы еще одна семинария была в моей жизни. Очень краткий курс такой. Двух недель. Обо всем. Обо всем. Потрясающее было время. И одно из самых удивительных. Любомир не мог хорошо петь, он задыхался, но у него в соборе святого Юра мы пели, собирались братья, Скорпат, приходили отцы-васеляни, еще. Это такие голосистые братья. Они так спевали. Я просто, знаете, думал, я на земле или я на небесах вообще? Ущипните меня. Я еще на земле нахожусь или я уже воспалил в небеса? Они пели, репетировали, конечно, вот эти вот рождественские тоже песни. И одна из этих песен, она даже запала мне тогда очень глубоко в сердце. Я подумал, боже мой, это ведь целое откровение, это ведь целое богословие в простых народных таких исполнениях народной песни. Там вот эти слова. Помните, да, наверное? Ах, слово, очеє, слово, очеє взяло нася тіло, в темностях земних, темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, анголи співають, царя вітаю, поклин відають, пастыри играють, чудо-чудо повідаю. Я потом много раз вспоминал это и сам напевал, мурлыкал себе все время, иду там по Львову и мурлычу эту песню про себя. Думаю, стоп, удивительно, в одном куплете, там еще дальше куплеты потрясающие, вот так, вся глубина Евангелия, богословие заключено. Слово Отца взяло на себя тело, в темноте земли воссиял свет. Я просто был, ну, как он говорит, у захвате, у захвате, просто был захвачен всем этим, восхищен, восторжен, потрясающее переживание. И слава Богу за это. И знаете, друзья, говоря о Рождестве, конечно, да, в традиции народной, религиозной, православной, католической, протестантской, принято в декабре или в январе об этом говорить, но, друзья, исторически вот это Рождество, это было первым явлением, первым пришествием Христа, исполнением библейских пророчеств, друзья. И это было при гласе архангелов, ангелы пели, помните, да, эту песню хирургинскую, потрясающая песня, лилась, пастухи слышали эти песнопения, ангелы пели Богу. Слава во Вишній Богу, слава во Вишній Богу, и мир всім на земле. Слава во Вишній Богу, слава во Вишній Богу, и мир всім на земле. Друзья, это действительно потрясающая история, описана в Евангелиях, и рассказывается, что при... ведь это не просто совпадение, знаете ли, еще Чарльз Педжин был такой протестантский златоустый проповедник, он жил в 19 веке в Англии, и он говорил, что его величество случаев, ну люди же говорят, да, вот случай, его величество случаев. Он говорил так, что его величество случаев это псевдоним, его величество Господа Бога. Когда Бог напрямую не подписывается под чем-то, да, то он действует под псевдонимом его величество случаев. Вот так вот. Но даже неверующие люди и то замечают, что просто так ничегошеньки не происходят, что просто так и прыщ не вскочит. Знаете ли, что есть какие-то причинно-следственные связи есть в этом мире, тварном, удивительная история. И я думаю, это как раз и непростое совпадение, что и рождение первого Адама, и рождение на земле, в очеловечении второго Адама, произошло в одно и то же время исторически. Потрясающе. Ну по-нашему в сентябре получается как раз. Отчет месяцев от сотворения мира. Через месяц мы будем встречать новый 5780-й уже год. Завершается 5779-й год от сотворения мира. Ну если Библию читаем мы, внимательно с карандашиком, отмечаем годы прожитых лет вот этих Адама, его потомства, то до наших дней прошло не миллионы, не сотни тысяч, не десятки тысяч даже лет, а прошло чуть меньше 6 тысяч лет. Всего-то. Вот так вот. Дамы и господа, не так-то и много гомо сапиенс на этой земле проживает. Да, и не только гомо сапиенс, а еще и гомо религаре. Человек не только разумный, но и человек религиозный. Потому что на земле нашей путешественники много путешествовали и в бразильской сельве, и в африканских этих джунглях, и в Индонезии на островах. Даже находили такие племена, народы, которые на протяжении всей своей истории ни с кем никогда не контактировали. То есть такие были уникумы. Самостоятельно жили, самодостаточно, даже с соседними племенами не контактировали. Но до сегодняшнего дня так и не нашли народа-атеиста. Все народы, все племена знают, все люди, в них заложено богопознание, поиск бога. Не ощутят ли и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас находится. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Я опять вспоминаю то, что пастор Константин и вспоминал проповедь Павла в Ариапаге Афинском. И вот, дамы и господа, братья и сестры, и появление первого Адама, нашего пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра-отца нашего и нашей пра-пра-пра-там, пра-мамы Евы. Рождение человека, произошедшее почти 5780 лет тому назад, без одного месяца. И рождение Христа на землю произошло в одно время. И это стало исполнением библейских пророчеств, друзья мои. Кстати, Иисус родился даже и по годам, не только по месяцам в другое время, но и по годам. На три с половиной года, получается, раньше, чем это принято считать. Ну, чуть больше проблем. Вот, исторически, опять-таки, рождение Христа. И Павел пишет, 22 стих, 15 главы, 1 Коринфянам. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И еще, вообще можно все здесь отчитывать, это потрясающее чтение. 49 стих. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Ну, перстное, это слово неупотребляемое уже в русском языке, давно уже, уже больше 200 лет его нет в литературе русской. Перст, это буквально прах, пепел. Это вот, не просто даже плоть, а это прах и пепел. То есть, носили образ пепельного, носили образ праха земного. Да, а теперь образ небесного. И вот, в других посланиях, тоже Павел касается этих же тем, но чуть с другой стороны. Потрясающе. Он говорит о ветхом Адаме и о новом Адаме. О том старом, нашем пращуре. И говорит о новом Адаме. Иисус Христос, его имя. Иисус Христос. Спаситель Господь. Ну, буквально, конечно, оригинально, не Иисус Христос, конечно. Если брать библейский язык, это Иишуа. Ихошуа гамашиах. Иишуа гамашиах. Иишуа, это буквально, как Господь Спаситель. Господь Мое Спасение. И Его Спасаю. А машиах, это как помазанник. Ну, по-гречески, Христос. Иишуа гамашиах. Иисус Христос. И Рождество Его, когда произошло. Друзья, помните, в прошлый раз я пример приводил некоторые. Кто был, те помнят. Кто не был, напомню. И тем, кто был, тоже напомню. С водой, пример. Как раз вот попьющий отбонички. Когда Он родился, Христос, то исполнилось много пророчеств. Мне очень нравится Матфея Евангелие. И у Матфея как раз акцент делается на исполнении пророчеств. На том, что Иисус, Он пришел не просто так, а пришел как исполнение пророческого слова. И первым пророчеством какое? Какое пророчество первое исполнилось при Рождестве Христа? Напомните. Ну, самое первое там, что вся Дева вообще ее примет, да? Родит сына. Наребут ему имя Эммануим. Что значит, с нами Бог. А там потом другие пророчества еще перечисляются. Ириатр, глава. То есть ссылка на Исаию. Параллельное место, ссылка на Исаию. Совершенно верно. Пророка Исаии, книгу, Исаяху, буквально, да? Значит, его называют книгу Евангелием в Ветхом Завете. Потому что у него настолько четкие пророчества о Машехе, о Христе, что это просто уму человеческого, просто не под силу понять это, как это можно было вот так четко указать. Униженного, оскорбленного и возвышенного, возвеличенного одновременно и раба, и сына. Потрясающая картина, конечно, в этом, кажется, Евангелие от Исаии, будем так говорить. Потому что там было благовестие, по сути, и что ранами его мы будем исцелены все. Что и исполнилось. Слава Богу. Поздравляю всех вас, братья и сестры. Так вот, и первое пророчество, исполнившееся в земной жизни Иисуса, да? Самим рождением. Все девы в очереди примет и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Обращаю ваше внимание, что перевод не буквальный, конечно, смысловой, но и тоже не очень верный, опять-таки. Эмануэль. Эмануэль оригинально. По ссылкам, по номерам Стронга, так оно и есть. Именно Эмануэль. Но на иврите, если я хочу сказать на еврейском «С нами Бог» или «Со мной Бог», я использую слово не Эману, а какое? Этану. Этану. Оно похоже пишется, даже схоже. Но смысл другой. Этануэль. Буквально «С нами Бог» или «Со мной Бог». Но Эмануэль – это буквальный перевод, первое значение шокирующее, честно говоря. Буквально «съеденный, выпитый нами», частью нас ставший. Растворенный в нас, а мы в нем. Бог. Звучит, конечно, шокирующе. Поэтому переводчики чаще всего переводят вот другие значения, именно как «с нами». Можно перевести Эмману как «с нами», но это почти невозможно. Первое все значение и смысловое значение именно «растворенный во мне сущий Бог». Я и Отец одно, можно так словами Иисуса выразить, Эммануэль. Я и Отец одно. Мы даже с ним вместе, но мы одно. И переводчики, знатоки иврита, я изучаю иврит, изучаю библейский язык. Интересно, еще, ну, уже после Олимпиады 80-го года стали многие наши евреи, русские, стали интересоваться библейским языком. И в Москве даже образовывались такие, ну, домашние такие группы по изучению иврита. Ну, конечно, милиция гоняла, штрафовали, КГБ арестовывало зачинщиков, выявляли, даже, бывало, сажали некоторых сианистов таких, потому что была борьба такая у нас. Иврит был запрещен в СССР, как язык, еврейская культура была под запретом, поэтому к ней относились очень скептически. И там был один случай даже в Москве, который стал анекдотом впоследствии. Реальный случай, когда арестовали одного старого еврея, московского интеллигента, который тоже посещал вот такие домашние посиделки, собрания и изучали иврит подпольно. И на его, на Лубянку привезли, и там допрашивают его, там, товарищ чекист, и спрашивают, значит, вот так, вот так, Борис Исаакович, что же вы так вот, седина в бороду, и вот зачем вам это, зачем вам иврит нужен вообще? Ну, он решил так объясниться как-то, чекист, то есть сказал, что так и так, товарищ офицер, я, ну, представьте, я вот умру, да, я уже человек старый, уже умру, и я, ну, предполагаю, что есть жизнь вечная там, ну, и чтобы не быть там дураком, я все-таки буду знать небесный язык, как бы Божий язык. Ну, и чекист решил съязвить и говорит ему, ну, а если вы в ад попадете? Русский я уже знаю. Все, от него отстали, освободили старика, сказали, все, наверное, вот такой, уже фанатик. Вот, но этот случай стал анекдотом потом в Москве. Вот, но, по крайней мере, стали интересоваться. И вот я интересовался специально уже вот в эти годы последним ивритом. И вот злотоки, преподаватели иврита, все однозначно говорят, что эману, можно перевести буквально первое значение, именно выпитый, съеденный нами, растворенный в нас, растворенный в нас Бог. И самый хороший пример для меня, как для художника, я по своей специальности, до церковной моей специальности, это художник, я художник-оформитель, художник. С 87-го года начал самый трудовой стаж в Русской Православной Церкви как церковно-служителя, священнослужителя, чтеца, и подиаконам мое служение началось тогда там, в России. Но, друзья, интересно, что вот с водой пример для меня был, как для художника шокирующий. Вот вода на иврите моим, моим. Вот есть много слов еврейских, которые с этим словом моим. Допустим, небеса. Как небеса на иврите? На оригинальном библейском языке. Шэм моим. Шэм – это имя, моим – вода. Буквально имя воды, или имя, дающая воду. То есть, имеется в виду имя Баруха-Шэм, благостовенное имя, то есть, благостовенное имя Бога, имеется в виду, создателя. И вот, когда вода в стакане рядом со мной, я по отношению к ней могу сказать этану моим. Но когда я пью ее, ваше здоровье, за реформацию. Вот эта вода, что разливается во мне сейчас, во мне, она частью меня становится, я частью ее становлюсь. Вот по отношению к этой воде, я уже никак не могу сказать этану моим. Я могу лишь сказать эману моим. И вот вопрос, как же носить образ небесного? Как раствориться в нем, и как его растворить во мне? Как жить, чтобы я и Отец одно? Вчера вечером, сегодня утром, мы совершали причастие Евхаристию. И ночью тоже было служение. Такое распространение. Я подключался онлайн, и подключались наши братья. А в 6 утра, и в 6 вечера выходил в прямой эфир на Ютубе. Можете посмотреть даже эти. Они все, все там эти трансляции сохранены. Кстати, вот я тоже сейчас вот подключился, смотрю, вроде не зависает, нормально все транслируется на моем канале Ютуба. Найти легко мой канал Архиепископ Сергей Журавлев. Ну, ваш покорный слуга. Прошу любить и жаловать. Не забывайте там подписаться, лайкать не стесняйтесь, делиться там, прочее, прочее. Вот так вот. Пишите письма, высылайте деньги. Одним словом. Вот, значит, но самое главное, что трансляции все сохраняются, и можно будет потом их просматривать. Удивительная вещь. Когда многие потом пересматривали, просматривали, и тоже совершали потом уже постфактум, да, причастие Евхаристию, тоже говорили, что да, это онлайн как бы Евхаристия получилась, но люди говорили, что да, переживали вот эту реформацию в разуме, эту перемену сознания, метанойю, эту перемену мышления, что Христос в нас упование и слава. Помните об этой тайне, да? Самое великое тайное, сокрытое прежде от народов, приоткрытое слегка, лишь приоткрытое в еврейском народе, начиная с Авраама, отца нашего, Исаака, Якова, патриархов, постепенно раскрывался до тайны. А вот для других народов это было вообще темным лесом. Терра инкогнито. Но, две тысячи лет назад, совершилось чудо великое. Почти две тысячи лет тому назад, 1989 лет тому с половиной назад, Машиах на кресте воскликнул, свершилось. И он подлинно стал тем, о ком было сказано в пророчестве. Помните Симеона? пророчества, Духом Святым. Он сказал, что Он есть, Машиах, Христос, Иисус, Он есть свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И, друзья, когда Христос приходил, родился, Он стал исполнением пророчеств. А когда Он уходил, Он тоже сказал очень важное слово. Он сказал, что кто будет веровать в Него, и креститься, спасен будет. Я тоже хочу вновь и вновь Вам сказать об этой великой тайне. Христос в нас, а мы в Нем. Потому что слово баптизо, переведенное на русский, как крещение и на другие языки многие. Погружение. Буквально погружение. Но в современном греческом языке баптизо это погружение в смысле окунание. Вот на речку пришел я, окунулся, вышел, все. Вот баптизо совершил. Но это в современном греческом языке. В раннее средневековье произошли такие перемены языковые, очень серьезные. Лингвисты там за голову хватаются. Не только греческий язык. Вообще многие языки древние претерпели такие колоссальные изменения. Очень трудно это есть логично объяснить даже вообще. Один из академиков, последних таких старых советских академиков, еще российских, ныне академиков, Сергей Сергеевич Оленинцев, лингвист с мировым именем. Об этом говорил как раз в своих лекциях. Потрясающие были семинары его. Он, кстати, был православным таким именно религиозным, но хорошим в смысле человеком. Он был ищущим Бога человеком и ему даже порой укоряли его порой даже некоторые священнослужители в то время, начало 90-х, говорили, что вот, мол, Сергей Сергеевич, что ж вы говорите. А он все время говорил там с кафедр различных и в академии наук выступает, что православной церкви необходима реформация, необходима перемена. Ему говорили, вот вы человек науки и занимаетесь наукой, и занимаетесь лингвистикой. Почему вы вот... Он говорит, я православный, мы все православные, ну ладно. Но он говорил, очень интересные слова такие, Сергей Сергеевич, что заходя в храм, я как снимаю шляпу, но не голову же. И его мечтой было, чтобы в русской церкви молились по-русски. Мечта его пока до сих пор еще не исполнилась, к сожалению, но я верю, что он очень скоро исполнится. Пока до сих пор русский язык в русской церкви православной запрещен. К сожалению, пока. Вот верю, что скоро перемены будут. В Украине уже перемены огромные. Украинской мовой, украиномовной церкви, это, ну, больше половины, наверное, всех приходов в Украине, это украиномовные приходы. Поэтому в Украине процесс уже мощный идет такой. Но в России пока еще и в других странах, вот и в том числе в Украине, московский Талиархат, церковно держится за мертвый церковно-славянский язык, который никому ни к сердцу никак абсолютно, даже сами же священнослужители его не понимают. Еще Михаил Ломоносов жаловался в 18 веке, что мы не понимаем этого уже церковного языка. И он предлагал переводы, в том числе свои пробы, пера, переводческие такие, шестопсалми, другие некоторые тексты, вечерние, всеношные и литургийные тексты. Но его все переводы забраковали и чуть было даже не репрессировали старика. Вот так вот. И спасло лишь его только высочайшее заступничество государной императрицы, вот, которая его спасла от Сибири. А то бы в матушке Сибири был бы Ломоносов. Так вот, его за храмолу, за ересь посчитали его переводы, забраковали его переводы, но те переводы, которые сохранились, несмотря на вот инквизицию православную, уже в 19 веке были признаны, ну, как бы, общее было признание его переводов шедевром российской словесности 18-го столетия. То есть его переводы не были плохими. Это просто были плохие религиозники и политики, которые, будем так говорить, паразитировали. Вот. Поэтому я молюсь, чтобы не было языкового никакого барьера между Богом и человеком. И так много барьеров, разных, греховных, всяких барьеров, чтобы еще и языковой делать барьер еще. Поэтому моя мечта, чтобы молились на украинском, на русском, на белорусском, на любых языках мира, чтобы и в этом не видели ничего такого предосудительного во всех народах, во всех племенах. Но есть язык межнационального общения, конечно, есть английский язык, язык вообще планетарного масштаба. Вот, значит, да. Но есть иврит. Учите, товарищи, братья и сестры, учите иврит. Вот. Так что на небеса, собирайтесь, да? Так что, да. Да. Ну, ладно. Это так, слово. Не, ну, вообще, если серьезно, конечно, иврит я выучил, можно, Маяковскую перефразирую обычно я. Иврит я выучил только за то, что им говорил сам Машех. И я пою благоставения часто и молитвы на иврите. Знаете, я очень люблю это пение, люблю это благоставение и сегодня тоже спою, даст Бог, это благоставение на вас всех. Так вот, ибаптизо, греческое слово, да, в современном греческом языке это окунание, погружение в смысле окунание, но во времена Иисуса Христа и лет за 300-400 до Рождества Христа и лет 400 после 500 Иисуса Христа даже, это слово употреблялось в другом смысле. Погружение в смысле и там, а остаться и пребывать там. не выгружаться, не подниматься. Окунание баптизом не называли, баптизу не называли. Вот так вот. И в литературе эллинской чаще всего это слово использовали для описания соления огурцов и прочих овощей. Новый Завет написан на греческом языке не литературном, не на высоком греческом языке, не на языке там Сократа, Аристотеля, Платона, не-не-не. Он написан на рабоче-христианском греческом языке, на языке торговцев, ремесленников, простонародья, на сужике, тогдашнем греческом. Наричие называлось Койе. Это деревенское, это, знаете ли, даже смешанное со многими другими диалектами других народов, это простонародное, совершенно невозвышенное греческое наричие. Это сегодня воспринимают переводчики как высоко, там, духовное и прочее, прочее. В то время это просто сельский суржик, это просто сельское наречие, сельский греческий язык. Поэтому я говорю, это написано на рабоче-христианском греческом языке, не на языке высоком греческом языке. И в литературе на баптизу в высоком греческом языке не использовалось фактически вообще никак. А в народном очень даже использовался. И означало чаще всего соление огурцов и прочих овощей. Вот. То есть, да, и еще малосол греки баптизо не называли. Это был еще и баптизский огурец. Любите малосол? Малосол, какая у него есть прелесть? Какая прелесть? Что он еще немного свежести сохраняет свои, да, внутри, а сверху на шкурке уже сальца. И поэтому, получается, он и соленое, и свежее сочетает, и своя прелесть в этом вкусовая, гастрономическая, да, такая. Греки тоже любили малосол, тоже любили греческие огурчики, малосоли славились тоже, да. Но они баптизу не считали, это еще не баптизские огурцы. А какие же баптизские были огурцы для греков? Это те, которые имели соль не просто на шкурке с моей, а имели себя имели соль. И Новый Завет говорит нам, имейте соль на шкурке, да? Нет. Помните тексты? Написано в Новом Завете, имейте соль в себе, в себе имейте соль. Потрясающе. Так что, товарищи огурцы, Бог хочет нас с грядки прямо в катке. Я пример этот привожу, для чего еще, снова напоминаю, чтобы сегодня было практическое разумение того, что мы погружаемся в Него, Бога, погружаемся в Его океан, вот этот безбрежный океан Его любви. Бездна внутри нас призывает бездну милосердия и любви Бога, а бездна Его призывает нашу бездну. Бездна бездну призывает. И еврейские, христианские толкователи однозначно толкуют это местописание духовности, то именно в этом значение, что мы нуждаемся в другом, мы эхо друг друга, как вот в первой, в старой той песне советской, мы эхо, долгое эхо друг друга. Вот это одно из переводов еврейта, бездна бездну, это долгое эхо друг друга, то есть мы отзываемся бесконечным эхом друг друге, мы бездна друг друга, и это потрясающая как раз духовная суть, как в той песне поется, помните, да, про океан Божьей любви. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца, океан Божьей любви, безусловной любви отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца, океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Слава! Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть Господь благословит нас погружаться и пропитываться им. Иисус сказал, кто уверует в Меня и погрузится в Меня, пропитываясь Мною, будет спасен. И чудеса и знамения будут сопровождать тогда жизнь твою, жизнь верующего, пропитанного Богом, человеком. Она неизбежна. Чудотворная жизнь просто неизбежна, когда мы пропитаны им. Поэтому чудес даже искать специально не надо. Пропитываемся Богом. И там, где Бог, там чудеса неизбежны. Они постоянны. Во имя Господа Иисуса Христа благословляю вас, возлюбленные, друзья мои. И в начале я сказал, что название следующего месяца, сегодня вечером наступающего, еврейское старое, доброе такое народное название, Аллуй. Аллуй или Аллуй. Аббревиатура. Я принадлежу моему возлюбленному моему. Возлюбленный мой принадлежит мне. Еще до рождения Христа именно эти слова называли золотым стихом Библии. Золотым стихом, который раскрывал нам всю Библию. Носим образ небесного, Бога. Носим образ святого Бога. Носили образ перстного. Много ума не надо. Родиться и жить, как все. Образ перстного носить много мудрости не надо. Вообще ничего не надо. Просто жить, как получится. Как в народе говорят, как Бог на душу положит. Но это на самом деле не совсем так. Это жить, бросив весла. По течению плыть. Это образ перстного. Образ небесного носить. Нового Адама. Это действительно пропитываться им. Погружаться в океан его любви. Господь да благоставит нас. Тоже из отца Петра молимся тоже за его исцеление. Он сюда выйдет. Да. Из-за нашего отца Алексея тоже молимся. Наш благочинный тоже сейчас вот нуждается в этой молитве. Знаете, я не знаю, исцеление происходит порой так быстро. И даже ничего не переживаешь так физически. Но... Давайте протянем руки. Самое главное смешаться. Поддержим молитвы отца Сергия. Я же вам говорил, что... Спасибо. У него так сочетается дар евангелиста с даром учителя. Спасибо Господь. Он такой интересный человек. И человек, мы его любим. Правда? Все, кто любит отца Сергия. Правда? Он вроде как, если рясу снять, бороду подстричь, ну как наш брат. А, как пастырь от этой церкви. Слава Богу. Что ж. Вот два батюшки. Давайте протянем руки. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok